Молодежная администрация города Рязани Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? В прошлом году у нас, получается, во всех муниципальных образованиях Рязанской области были созданы такие молодежные органы, которые дублируют по своей структуре администрацию муниципальных образований. То есть в ней есть молодежь, которая полностью исполняет те же обязанности, что чиновники администрации муниципалитетов, только уже в рамках молодежи. То есть, грубо говоря, если в администрации города Рязани есть начальник управления благоустройством города, то и в нашей молодежи администрации есть такой же начальник, но уже молодой, который общается регулярно с этим начальником структурного подразделения, получает у него опыт и старается вникать в систему работы администрации города Рязани. У нас в прошлом году прошел очень большой конкурс, он шел три месяца. Каждый желающий мог принять участие на замещение должности в молодой администрации нашего города. Им нужно было написать резюме о себе, защитить социальный проект, пройти отбор конкурсной комиссии, которые входили замглавой администрации города и начальник управления кадровой политики, и рязанская общественность. И уже в рамках этих долгих конкурсных испытаний было выявлено 17 молодых людей, которые сейчас работают вместе с одной в нашем молодежном органе, в молодежном крыле администрации города Рязани и реализуют свои проекты. То есть ваши действия обладают и юридической силой, и широкий спектр возможностей, и полномочий. Немножко вот здесь поконкретнее хотелось бы сказать. Наши решения, которые мы принимаем на заседаниях, в том числе, они носят рекомендательный характер. Но, скажу честно, вот сколько мы рекомендовали, просили, инициировали, ни разу еще не было отказано. Всегда относятся, наверное, с пониманием, готовы поддержать, готовы помочь. И это видно на практике, это видно из наших конкретных дел. И здесь еще что важно, что ни один начальник структурного подразделения, когда к нему приходит дублер, дублер из-за нашей структуры, из-за молодежи, он всегда готов его принять, с ним пообщаться, что-то ему показать. Они вместе проводят совещания. Каждый дублер включен в общественный совет при каком-либо структурном подразделении, участвует в заседаниях. И, наверное, главная цель, да, это именно подготовка кадров, чтобы была замена, замена умная, замена талантливая. Это, наверное, тоже очень важно. Расскажите, вот на несколько дней, на три дня у вас получилось занять место главы города и обладать более широкими полномочиями, чем обычно. Это были дни дублера в рамках празднования Дня молодежи. Расскажите об этом опыте. Вот наши все три формы работы, там, да, вот именно стажировка, именно там, да, вот проектная деятельность, экспертно-аналитическая деятельность на эти три дня, они все соединились в одну, да, когда не только я там, да, но и все вот наши члены молодежи администрации нашего города смогли на три дня, не то чтобы заменить, но, скажем так, максимально приблизить себя там, да, к этой должности. Получается, у нас 24-го числа, 24-го июня прошло собрание организационное, где глава администрации города Олег Евгеньевич Балеков передал полномочия, скажем так, мне для работы на три дня. И также это сделали все начальники структурных подразделений. Очень интересная практика, которая позволяет каждому из нас понять специфику работы того или иного подразделения структурного понятия. Насколько все-таки непросто, там, да, вот быть чиновником. Насколько это даже интересно, но, с другой стороны, ответственно, потому что происходят каждый день какие-то вопросы, которые нужно решать, которые нужно исполнять. И получается, что вот в эти три дня каждый из наших, из моих коллег смог провести и совещание, да, в управлении образованием, в лаколегии, где присутствовали там, да, директора всех школ. Также там, получается, были планерки, объезды, где-то там были, да, посещения каких-либо заведений, там, да, поисполнение каких-то тендеров и госзакупок. То есть все то, чем обычно занимались начальники структурных подразделений, в эти дни делала молодежь. И уже когда мы общались там, да, вот по итогам нашего дублера с моими коллегами, это вот настолько, наверное, было правильно. И мы получили огромный отклик именно от наших начальников структурных подразделений, которые говорили то, что да, это нужно делать, да, это хорошо. Во многих управлениях были намечены планом дальнейшую работу, что тоже очень важно. И даже некоторым поступило предложение о трудоустройстве в администрацию города. Это тоже очень важно. То, что мы сначала задумывали, да, именно как кадровый потенциал, там, да, кадровая какая-то линейка, да, вот нашей администрации, это происходит. То есть ребята, получая знания и опыт работы в подразделении, могут его применить, уже применить, за полгода работы. Это очень важно. И здесь, конечно, огромное спасибо сказать нужно именно вот городским властям за поддержку. Они нас поддерживают, нам помогают, готовы идти с нами на контакт. И то, что, да, они принимают все наши какие-то инициативы и проекты. То есть сотрудники молодежной администрации, если выберут в дальнейшем пути государственные службы, уже будут готовыми специалистами? Полностью готовыми специалистами, да, потому что из-за регулярного общения, там, да, и с начальниками, просто специалистами, они получают этот опыт, получают эти навыки. Причем параллельно, там, да, работая или, там, да, участия в другом каком-то заведении. Вот, кстати говоря об этом, вы же студент вуза и возраст у вас довольно-таки молодой, да? Каково это совмещать такую ответственную должность и обучение в вузе? Знаете, мне очень повезло с институтом, мне очень повезло с деканом, с моими преподавателями, которые всегда готовы пойти, там, да, на какие-то компромиссы. Не буду против, там, да, ну, иногда приходится пропускать. Но любой, там, человек, который ответственный, он все потом выучит, все ответит, все сдаст. То, что там происходит, там, да, и у меня. Да, там, да, бывают совещания, там, да, в учебное время. Такое происходит. Главное, наверное, просто понимать то, что образование тоже очень важно, да, и без образования мы никуда пойти не можем. И правильно расставить наши приоритеты, что, когда и куда. Вот. И мне очень повезло, что и там есть понимание, есть понимание в администрации города, и поэтому мы можем все это совмещать, и ничего нигде, получается, не теряется. Получается, и опыт я получаю, там, да, в администрации города, и отличные знания в своем университете. Вы же полгода возглавляете молодежную администрацию, и за это время уже, наверное, какие-то итоги готовы подвести в свои деятельности? Итоги нашей деятельности, знаете, наверное, очень сложно сейчас нам подвести, потому что год еще идет. Первые полгода они пошли, конечно, часть времени на раскачку, но, что очень важно, мы провели очень много проектов, было реализовано в рамках 70-летия Победы. Тоже были посажены яблоневые сады, были открытые веры Победы, аллея Победы, участие в параде победителей, организация множества мероприятий и акций с ветеранами нашими, вручение им медалей юбилейных, акции генеральной уборки, когда мы помогали ветеранам убираться у них дома. В рамках огромной работы у нас ведется в рамках благоустройства нашего города. Когда было первое свидание, тогда нам глава администрации города сказала такую вещь, что у нас в городе очень много общественных организаций, но почему-то ни одна из них не работает активно в сфере ЖКХ. Все проводят хорошие детские праздники, флешмобы, но конкретные работы именно над городским хозяйством – это не одна организация. И когда мы поняли то, что, наверное, тоже должно быть нашим ключевым направлением, мы организовали молодежную школу жилищного просвещения, где молодые люди получили знания, как правильно с этим жить, как с этим работать в связи со сферой ЖКХ. Мы сформировали целую комиссию молодежную по этим вопросам. Сейчас мы готовим ряд проектов именно в этой сфере. Я думаю, что сейчас уже в ближайшее время сможем их принять, эти проекты, в нашу линейку проектов, и начать реализацию проектов в этой сфере. Это очень важно, я считаю, направление работы. А также, что очень важно, было очень много мероприятий именно по спортивной тематике. Мы в Рязани смогли запустить целый проект «Спортивная тусовка». То есть, сегодня мы видим спортивные мероприятия, забеги, пробежки. Нам хотелось что-то такое молодежное, драйвовое, такое прям хорошее. И у нас была первая спортивная тусовка в фитнес-клубе, где присутствовали наши городские чиновники, молодежь. У нас было около 400 человек, все приняли участие в большой зарядке, и чиновники, и наши молодые люди. А потом были мастер-классы по разным направлениям, и кенгу-джамп, и зумба, и другие современные направления фитнеса. Были выступления показательные по карате, по дзюдо, бодибилдеры, спортивное питание дегустировали. И мы стараться могли заинтересовать молодежь именно к спортивной тусовке. И как раз в рамках празднования Дня молодежи привели еще одну, уже на параковке торгового центра «Премьер», где у нас было и файер-шоу, где мы прыгали на батутах, и опять же там большая зарядка, и игра такие в большие шашки, шашки такие человеческие, люди такие стоят, они ходят. Смогли это уже сделать таким вот узнаваемым проектом. Сейчас мы планируем ко дню города прямо сделать спортивную тусовку на воде, прямо поставить в воду сцену, сделать нам заплывы, что-то такое еще интересное. На Орешке, наверное, да? Это, скорее всего, будет на карьере, потому что как-то тут ближе нам подходит больше. И фестиваль спортивного кино. У нас в М5МОЛе в 5 звезд проходило фестиваль спортивного кино, где каждый желающий мог прийти бесплатно, посмотреть любой фильм спортивного жанра. А также перед сеансами у нас были встречи, дискуссионные площадки с нашими спортсменами, рязанскими известными. Молодежь приходила, общалась со спортсменами, смотрела наши фильмы о спорте. И тоже, конечно, нашел нам неделю. И тоже это, конечно, было так вот очень познавательно для всех, очень интересно. Спасибо вам большое, Артем, за беседу увлекательную. Думаю, что встречи на Почтовой доказали, что в нашем городе огромное количество творческих людей. А появление такого органа, как молодежная администрация, говорит о социальной ответственности молодежи. С вами была программа подробностей. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова